И всем привет ребят, с вами Страбайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обсуждению темы отключения мобильных версий игры и тех проблем, которые уже вытекают из-за отключения мобильной версии. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и не забывайте конечно же участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкойнов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, 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 мп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Как вы знаете, вчера у нас отключили, вернее не вчера, вчера появился анонс отключения мобильной версии игры, именно так он выглядел. Временно не сможете играть через мобильную версию, начиная с 14 июня, 14 июня сегодня настало. Если вы мобильный игрок, в этот период вы сможете играть только через браузерную версию игры на ПК. Мы обязательно проинформируем вас, когда версия Android 100 будет доступна, приносим изведения за длинные неудобства. Благодарим за ваше понимание. То есть здесь не написано ни одна причина отключения, и до сих пор никто не знает, почему все это дело произошло. Но сегодня не об этом, сегодня мы поговорим о том, какие проблемы из этого вытекают. И самая главная проблема, это то, что теперь катки в матчмейкинге будут искать намного дольше. И любой режим теперь имеет среднее время ожидания на, ну наверное секунд 30, может быть 20 больше, чем то время ожидания, которое у нас было до этого. Я сейчас даже не говорю про бои в группе, да, потому что если вы пикаете группы, то это будет занимать еще больше времени. Потому что по моим сугубо личным подсчетам, на мобильной версии на сегодняшний день играло где-то процентов, наверное, 30 игроков нашей игры. И если учитывать тот факт, что онлайн в игре и так не супер большой, то это очень много, это безумно много. И это повлияет на матчмейкинг в целом 100%. То есть на поиск боев, на разрыв по званиям, да, и на сам вообще подбор матчмейкинга. Попробуем сейчас запикаться в бой, чисто посмотреть, во-первых, насколько долго меня будет кидать в этот бой. Во-вторых, какие звания попаду. Да, потому что мне почему-то кажется, что теперь, после отключения мобильной версии, на, как говорится, неопределенный срок, разброс по этим звонкам будет очень большой. Да, то есть будет очень часто попадаться то, что там катки будут с какими-нибудь майорами, бригадирами и легендами вместе. Да, первый бой. Ну и тут, ну, наверное, я бы не сказал, что большой разброс. Да, то есть разброс есть, но он небольшой. Да, попробуем сейчас просто попикать там пару-тройку режимов, посмотреть вообще. Да, то есть сильно будет бросать, не сильно. При том, что я записываю видос в 11 часов утра. То есть не сказать, что сейчас у нас большой онлайн в игре. Соответственно, по идее, должен быть как раз-таки большой разброс и долгое ожидание в связи с тем, что у нас телефон включили. Понятное дело, что там ближе к вечеру ситуация будет более-менее, но все равно... Если вы будете пикать группой, вы будете терять намного-намного дольше времени на все эти процедуры. И, что самое главное, до сих пор непонятно. Ну, в принципе, нормально. В принципе, если честно, нормально. Я даже думал, что будет намного хуже. Ну и давайте еще одну катку пикнем. И, в принципе, никто даже не знает, никто не знает, когда эта проблема, во-первых, будет решена. С чем она связана, эта проблема, да? Отключение мобильной версии. И как это вообще произошло, да? И зачем это произошло? Что самое главное? Здесь у меня пару-тройку версий есть на этот счет своих определенных. Это может быть связь с ДДОСом, да? То есть там как-то через мобильную версию есть какие-то порты, ходы, сервера. И за счет этого происходят ДДОСы на нашу игру. Есть... Ну, это как бы маловероятно, потому что пробит вы уже отключали. И там, в принципе, ничего не произошло. Разницы никакой не было. Поэтому это так. Минимальный шанс. Есть версия то, что у нас будут в скором времени... О, вот это уже по-вкусному званочки, да? Здесь уже четвертый Уоррент. Здесь у нас полковничек. Здесь у нас генеральчик. Здесь у нас генеральчик. Полковничек, майорчик, генераллейтик. О, вот такие вот, короче, разбросы у нас по звонкам теперь стабильно могут залетать. Стабильно вот такие разбросики могут уже у нас быть. Ну, и вот вы представляете, какие будут ощущения у игроков, которые будут под такие разбросы попадать. То есть, в теории, я могу перепикивать бои. И, ну, вот, условно, каждый третий бой, если я такой буду попадать, то для меня это будет, конечно, только-только плюсом. Есть версия то, что у нас будет на, как раз-таки, iOS мобильной версии. Поэтому у нас произошло временное закрытие. Есть версия то, что будет HTML5 обновлен на мобильную версию. И есть версия то, что будут пофикшены все лаги, все баги. И платежная система на мобильном телефоне будет обновлена. Вот такие вот теории имеются, которые появились у нас со вчерашнего дня. Вот так выглядит картинка, которую вы можете видеть при загрузке с телефона. Да, мы проводим ежедневные технические работы. Игра будет доступна через несколько минут. Но вы понимаете, что она, конечно, будет доступна не через несколько минут. Потому что там ничего у нас не работает. Поэтому будем следить за всем этим делом. Есть определенная еще информация у меня, которую я оставлю на следующий видос с обсуждением мобильной версии. Ну а тут, в целом, ну, наверное, те проблемы, которые возникли в связи с тем, что у нас как раз-таки мобильная версия отключилась. И я думаю, что и надеюсь, что это все быстро у нас пофиксится и быстро решатся проблемы мобильной версии. Да, что это все дело ненадолго. Потому что это 100% будет бить по онлайну и 100% будет бить по количеству боев в матчмейкинге и разбросу званий. А разбросы на сегодняшний день это очень и очень неприятная вещь для всех тех игроков, которые пикаются в матчмейкинг с маленьких званий. Понятное дело, для меня, как для флоу игрока, проблем никаких нет. И для меня это суперформилка. Но все те игроки, которые являются маленькими званиями, будут испытывать очень большое количество неприятностей. Ну и, соответственно, будете себя плохо чувствовать. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вы думаете, почему мобильная версия отключилась, по вашему мнению? Какую теорию или какой выход всего этого вы видите? Да, и с чем это вообще было связано? Что вы думаете по поводу данной проблемы? Проблемы матчмейкинга? Ну и, если подобного рода видос вам зашел, то обязательно поддержите его лайком. Также лайк это поддержка для того, чтобы наша мобильная версия быстрее начала работать. Также подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не писать новые видеоролики. Также подписывайтесь на тележечку, ссылочка на которую есть в описании. Весь лайв-контент и вся информация по стримам выходит именно там. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.